Десятки вопросов и вдвое больше предложений. В зале неравнодушные жители железнодорожного района обсуждают с главой города Еленой Лапушкиной самые наболевшие темы. Люди пришли с просьбами о ремонте пешеходных дорожек, освещении, переносе контейнерных площадок, необходимости обновления внутриквартальных проездов и ямочного ремонта дорог. Всестороннюю поддержку в решении этих вопросов жителям железнодорожного района оказываются страны администрации города и района. Порядка 12 дворов в этом году уже капитально сделают внутриквартальные проезды. Частично возможно будет ямочный ремонт, но эти адреса конечно вам скажут специалисты района и глава внутригородского района. В качестве приятного бонуса вопросы уже решенные. Так жители одного из домов железнодорожного района долгое время не могли справиться с бездействием своей управляющей компании. Люди утверждали, что свои обязанности УК выполняет недобросовестно. На собрании дома управляющую организацию решили поменять. Процедура не заняла много времени и прошла в короткие сроки. На встречу с главой города жители пришли, чтобы выразить свою благодарность уже действующей УК. Эти благодарности они действительно на вес золота. Давайте все-таки не забывать, что хозяева вы, вот вы и только вы, мы можем вам быть в помощь, мы можем давать консультации, но управлять вашим домом будете вы всегда. Все зависит от вас. Для того, чтобы поддержать интересы общественности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в помощь жителям многоквартирных домов в регионе работает проект «Мой дом». Он создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Некоторые председатели товарищ-собственников жилья не знают, как решить юридические вопросы и добиться от управляющих компаний выполнения обязательств. Им разъясняют это на выездных семинарах. За два года было организовано 216 таких встреч. В них приняли участие более 7 тысяч активистов. Кроме того, в помощь жителям столицы региона создаются 145 территориальных ресурсных центров. В железнодорожном районе Самары их будет три. Два раза в неделю на площадке территориальных ресурсных центров будет вестись работа как по приему жителей, и вас как активистов, консультирование непосредственно инспекторов КЖИ раз в месяц, консультирование от других соответствующих структур. Кроме того, я думаю, наверное, было бы не плохо, если бы мы туда приглашали в качестве третейской площадки управляющую компанию. Активная работа идет и на платформе ГИС ЖКХ, при помощи которой можно задавать вопросы на коммунальную тему и получать обратную связь. Руководитель КЖИ Самарской области Виктория Каткова разъяснила жителям ее преимущества. Это новое направление, которое позволяет сделать участие каждого жителя в управлении своим домом максимально удобным. Производить беспроцентную оплату коммунальных услуг, запрашивать общие сведения о доме, управляющей организацией, проводить собрания собственников в онлайн формате. Эта система была доработана. Теперь это тот пул возможностей, который мы с вами можем реализовать бесплатно. То есть эта система именно для нас с вами. В нее вложены колоссальные средства государству, и поэтому эта система, безусловно, должна работать, должна нами с вами использоваться. Часть вопросов коснулась благоустройства городских пространств и территорий. Изменить пространство вокруг своего дома можно тремя способами. Приняв участие в программе «Твой конструктор двора», в губернаторском проекте «Содействие» или в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Что и сделали жители дома номер 6 по улице Мяге. На встрече с главой города они рассказали, что подать заявку на участие в программе «Содействие» решили для того, чтобы комплексно обновить свой двор, обустроить спортивную площадку и парковочные карманы. Дизайн проект нового двора жители создавали сами. Мы стали думать о действии, как же все-таки это привести в действие. Организовали инициативную группу, естественно, во главе со мной. И подали документы, опять же, с администрацией Железного района весной 2021 года. В настоящее время идут работы по поиску подрядчика для будущего благоустройства дворов по Мяге. В то время жители домов, которые располагаются у сквера Санфировой, отметили нехватку скамейк для отдыха. Главе города Елене Лапушкиной обратилась Ольга Ушакова и рассказала, что раньше лавочек было больше. Вот здесь вот стояли две скамейки. Она одна так, другая так. Вот на этом вот здесь тоже две скамейки стояли. Мэр города совместно с главой Железнодорожного района Вадимом Тюниным и руководителем департамента городского хозяйства и экологии Олегом Ивахиным приняли во внимание просьбу жителей и обещали найти возможность установить дополнительные скамейки. Она это сама увидела, она с этим согласилась, она дала определенную здесь вот, ну как сказать, команду, что лежит, это самое не просто посмотреть, а принять это внимание и вместе с жильцами, где вот это вот расставить, все это сделать, дополнительно сделать здесь клумбы. Встречи главы Самары Елены Лапушкиной жителями пройдут во всех внутригородских районах. Самарцам напоминает, чтобы подать заявку на ремонт внутридворовой территории, жителям домов нужно объединиться и обратиться в районную администрацию, где сформируют списки и организуют договорные работы. А узнать, как это сделать грамотно с юридической точки зрения, активисты могут на площадках проекта «Мой дом». Ольга Павлов, Константин Головин, Василий Кладашов. События.